Основным интерфейсом в Unix является интерфейс командной строки. В принципе, настройка в виде графики как Macintosh или как Windows или как в Xerox PARC, она проста для освоения пользователем, но не дает всей мощности работы в Unix и не имеет всей гибкости работы в Unix. Впрочем, есть несколько проектов, так называемых текстографических терминалов, это в Абероне и Блюботле у Никлоуса Вирта или в Плане 9 и Инферно, это такие экстремальные версии Unix, где графический терминал фактически равен по мощности текстового терминала. Ну а сейчас мы давайте посмотрим, что может текстовый терминал и командная строка. Что у нас входит в основу взаимодействия с Unix? Это набор команд, которые набираются в командной строке, командная строка, текстовый режим, но на данный момент это текстово-графический режим чаще всего. То есть вы можете элементы графики вводить в текстовом режиме, если он под иксами, скажем. Как это выглядит? У нас есть, собственно, некий физический элемент, это монитор и клавиатура, которые могут быть представлены как угодно, не только в виде обычной клавиатуры, но и специальных клавиатур и в виде сенсорного дисплея и так далее. И к ним подключаются виртуальные консоли, это текстовая консоль виртуальная и графические консоли, которые могут заменять виртуальные консоли. И пользователь с ними работает. Но обычно у нас генерится некоторое количество виртуальных текстовых консолей и графических консолей, их может быть несколько. Обычно, ну так сложилось у нас, шесть виртуальных консолей генерится, переключение между ними с помощью Alt F1, Alt F6. И после них открывается графическая консоль. На нее мы переключаемся с помощью Alt F7, но чтобы из нее переключиться на текстовый, нужно нажать Ctrl Alt и F1 F6. Впрочем, не все дистрибутивы поддерживают данный подход. Некоторые грузят консоль в виде первой графического консоль, а дальше до текстовой консоли. Ну, это уже дело настройки, как настроить. Что представляет из себя командная оболочка? По-английски команда оболочка Shell. Shell оболочка. Она, в принципе, для всех компьютеров того времени использовалась. И монитор, и клавиатура используются для ввода и вывода информации. Ну, мы можем вспомнить, что монитора не было, а была пишущая машинка. Вводилась печать на бумагу. Тоже варианты. Итак, пользователь отправляет текст и управляющие символы. Мы помним, что используется набор текстовых символов, и часть символов считаются управляющими, которые каким-то образом изменяют поведение системы. Текст и управляющие символы после клавиатуры поступают в операционную систему. Там они поступают в терминал. Терминал это достаточно сложная или простая, пожалуйста, это программа, которую, скорее всего, нужно назвать эмулятором терминала. Поскольку исторически сложилось так, что в Unix было много-много разных терминалов. Ну, считается самым простым WT100 терминал. Современные терминалы достаточно мощные, скажем, Linux терминал или Xfree терминал. Из этого терминала поступает в оболочку, в Shell. Shell интерпретирует каким-то образом ваши команды и управляющие символы. Запускает программы. Потом вывод опять же в Shell. Из Shell в терминал. Какой терминал подключен. Отображается это, опять же, зависит от терминала, как это отображается. Тут все в ваших руках, как вы настроите. Все выходит потом на монитор, ну или на то, что заменяет монитор и поступает пользователю. Тут надо отметить, что, скажем, Windows, поскольку не был распространен на большом количестве разного оборудования на разном железе, то и терминал у него фактически один. Поэтому вот этих вот сложностей при работе с разными терминалами там не наблюдается. Для того, чтобы вводить команды, нужно их как-то задавать единообразным образом. И для этого есть определенные соглашения. Значит, соглашение выглядит таким образом. У нас идет в начале имя команды, потом модификаторы или ключи, и потом параметры. Но при этом иногда бывает, что модификаторы и параметры можно менять местами. Это в зависимости от программы. Для обозначения модификатора используется знак минус для однобуквенных модификаторов. Интересно, что когда делали DOS 1.0, там для модификатора команды использовался слэш. Ну, он и сейчас используется в Windows для модификатора команды слэш. Интерес в том, что DOS 1.0, он не имел структуры файловой на дисках дрывовидной. У него линейная файловая структура была. Поэтому каталогов не было, и все вроде нормально было. А когда перешли к DOS 1.1, При переходе к следующей версии DOS, это было минорное исправление, было введено иерархическая файловая система на дисках, то есть в виде дерева. В результате появились каталоги, нужно было вводить символ разделения каталогов. И поскольку символ слэш уже был занят на модификатор команды, пришлось использовать символ бэкслэш. Который в Unix является символом экранирования, отменяющим действие следующего символа. Вот так вот неправильное планирование, неправильная архитектура привела к неприятным последствиям. Ключи могут быть не только однобуквенные, но и многобуквенные. При этом однобуквенные ключи, если не имеют параметра, можно объединять в один, без пробелов писать одно слово. Но поскольку впереди стоит один минус, то это будет считаться, что это набор однобуквенных ключей. Для многобуквенных ключей, например, минус H и это ключ, обозначающий вызов помощи, то есть описание программы. Полное описание минус минус help, два минуса. Это гнушный формат, гнушное соглашение. Кстати, были и другие соглашения. Например, вместо минус минус писался плюс. Это означало многобуквенный ключ в виде слова. Ну и, соответственно, многобуквенные ключи нельзя слеплять в один. Для разделения используется символ пробела. Ну, параметры тоже могут быть обязательными и необязательными. Программное окружение. Ну, что входит в программное окружение? Конечно, это разные соглашения, разные адреса разных служб. Обычно все они описываются в виде IPC, который мы уже обсуждали. IPC – это переменное окружение. Ну, вот тут вот переведены следующие. Например, Home – это домашний каталог пользователя. Editor – это редактор, который используется по умолчанию для разных операций. Если команде необходимо вызвать редактор, то она вызывает редактор, прописанный в это переменное окружение. Display – указывает на адрес X-сервера. То есть он может и локально расположен, но нужно какой экран используется и так далее. Lang и LC – набор переменных – это локализация. Задают язык и локали. Путь. Тут задается путь, по которому ищутся исполняемые файлы. Это могут быть несколько каталогов. Они объединяются с помощью… Перечисления задаются с помощью символа двоеточия. Разделяются элементы этого перечисления. Windows с точкой запятой. План 9, как экстремальная реализация Unix, он ввел идеологию namespaces, там, где задаются все каталоги и слепляются в один. То есть фактически у него логически один каталог BIN, в который с помощью namespace слепляются остальные каталоги. Другой подход Shell – это ваша программа оболочки. Обычно используется Bash в Linux, самый распространенный Born и Gain Shell. Ну, в седьмой версии был Born Shell и его реализовали в Linux и назвали опять Born Shell. Ну, кстати, это не чистый Born Shell, конечно, это более мощная вещь, которая влияние испытала от Z Shell, от PDK Shell и так далее. Term – это тип терминала. Как я уже говорил, у вас могут быть разные команды программы, описывающие терминал, тип терминала. Ну, и вот в терме описываются возможности, которые имеет ваш терминал. Ну, если, скажем, совсем простые, алфавитный текстовый, то там, vt100, и это достаточно примитивные терминалы. User – это текущие пользователи. Подчеркивание – это предыдущая команда в оболочке. Нужно сказать, что Shell делался по идеологии достаточно старой, и там требовалось явное разыменование переменной. Поэтому для разыменования переменной, то есть получения того, что в ней лежит, нужно вначале знак доллара указать перед переменной. Тогда у нас значение переменной выйдет. Какие символы используются в оболочке? Ну, кроме алфавитно-цифровых, используются символы, имеющие дополнительную семантику. К разделителям относятся пробельные символы. Это пробел, табуляция, перевод строки. Ну, как вы помните, есть три вида перевода строки. У нас два символа – возврат корректки CR и перевод строки LineFitLF. И разные операционные системы DOS с Windows, Macintosh и Unix используют по-разному. А в Unix для перевода строки используется только LineFit перевод строки. Символы пути. Для разделения путей используется слэш. И для указания домашнего каталога используется тильда. Кроме того, для того, чтобы группировать команды, связывать команды, есть определенный набор символов. Но тут следует сказать, что они могут изменяться в зависимости от оболочки. Символы управления переменных – это у нас знак равно для задания переменной, это присвоение. Разыменование переменной – это доллар. Символ экранирования бэкслэш. Он убирает значение следующего символа специальное. И мы можем, скажем, для того, чтобы передать доллар не как символ разыменования, а как букву, которая входит в переменную, мы должны экранировать бэкслэшем. Ну и бэкслэш тоже можно экранировать бэкслэшем. И эскейп символы – это специальные управляющие символы, которые имеют соответствие в ASCII символах. Они задаются с помощью обратной косой черты. Ну вот, например, табуляция и переход строки – это бэкслэш т, бэкслэш н. Ну, как все. Как выполняются команды? Ну, тут все очень просто. Вот такая вот диаграмма состояний. У нас команда поступает в командную оболочку. У нас команды делятся на встроенные команды и внешние команды. Внешние – это в виде какой-то внешней программы отдельно лежит. Встроенные – это те, которые встроены в shell и выполняются просто как подпрограмму. Многие встроенные команды, внешние команды имеют встроенный аналог для быстроты работы. Ну, и соответственно, если встроенная команда, то вызывается функция. Если внешняя команда, то у нас форкается shell, вызывается дочерний процесс. Запускается. Ну, и в результате мы получаем возврат результатов. Тут следует заметить, что в качестве одного из результатов мы получаем значение окончания программы. То есть, закончилась она хорошо или не хорошо. Обычно 0 означает, что закончилось все хорошо. А не 0 означает, что закончилось с какой-то ошибкой или с какой-то ненормальной ситуацией. Естественно, при задании команд у нас производится анализ. Shell – это язык программирования, достаточно мощный. Там есть все возможности для программирования, в частности, некоторые любят использование таких возможностей, как альяс. То есть, мы задаем как бы внутреннюю функцию, которая содержит в себе одну другую функцию или набор других функций, или сокращенно записываем одну функцию. Ну, в общем, вот это вот называется альясом. Ну, и вот, собственно, вот так вот происходит выполнение команды. Как вы помните, у нас вешается на каждую программу три зарезервированных идентификатора. Это стандартный ввод, стандартный вывод и стандартная ошибка. В C – это 0,1,2. Ну, и, соответственно, поскольку Unix напишется на C, то и в Unix – это 0,1,2. 0 – это стандартный вход, STD-in, 1 – это стандартный выход, STD-out, и 2 – это стандартная ошибка. Ну, и, соответственно, у нас выводится информация об завершении программы. Выставляется специальная переменная, знающая, описывающая результат исполненной программы. Ну, и, кроме того, мы можем на стандартную ошибку вводить некоторую информацию. Стандартная ошибка по умолчанию выводится на тот же терминал, что и стандартный вывод. Вы можете их разделить в разные места. Если мы рассматриваем программу на языке C, то по умолчанию у нас возврат идет в виде целого числа. Вот IntMain. И возврат идет в виде параметра Cretion или Cexit. Переменная, которая принимает код возврата, имеет вид вопросительного знака. Ну, и, соответственно, разименование этой переменной с помощью доллара. Вопросительный знак. Естественно, после выполнения следующей команды код возврата изменится. Поэтому его надо запрашивать только после выполнения определенной команды. Как же эффективно использовать командную строку? Еще раз, командная строка – это основной инструмент для работы. Для эффективного использования можно использовать редактирование командной строки с помощью Backspace, Delete. Кроме того, поддерживаются разные комбинации для редактора Emacs. Ну, у нас есть как бы два исторических суперредактора – Vim и Emacs. И командная строка поддерживает обычно в некоторых элементах команды Vim, в некоторых элементах команды Emacs. Ну, и вот для работы со строкой используются элементы команды Emacs. Кроме того, у нас файл history или bash history, который у вас скрытый файл, точка впереди, hidden file. Записывается история ваших команд. Также очень полезно автодополнение по табуляции. Вы нажимаете табуляцию и у вас дописывается строка. Если у вас несколько вариантов дополнения, то табуляцию надо нажать дважды. И тогда будет предложен выбор, из чего, как можно дополнить вашу строку. Команды можно соединять и делать некое условное выполнение команд и так далее. Точка запятой просто заменяет переход на новую строку. То есть, вы можете несколько команд компактно записать в одной строке через точку запятой. Это просто заменяет переход на новую строку. Впрочем, точка запятой может являться элементом некоторым команд bash, ну скажем, for или do. И там обязательно их применять при записи в одну строку выражения этих. Условное и или условное или, это как бы урезанный вариант if, точно так же работает, как и в c. То есть, условное и у нас работает следующим образом. Если выполняется первое, то второе уже выполнять не нужно. А условное или работает, что если не выполняется первое, то выполняется второе. Конвейер служит для связи входов и выходов разных программ. Это у нас один из ipc pipe. То есть, мы в начале, как видите, передаем стандартный выход с одной программы на другую. Например, мы запускаем CAD все содержимое файла. Потом находим одинаковые строки, потом сортируем. Ну вот, пожалуйста, так можно. Ну и в качестве справочной подсистемы у нас есть целый спектр программ. От классических Unix-овых до более новых. Классические Unix-овые это MAN команда. Она позволяет работать с документацией по утилитам. Вот IS и Apropos это команды для поиска по MAN. Более новая гношная структура это Info. Такая гипер структура текстовая для команд. Кроме того, у нас есть каталог UserShare.Doc, в котором лежат документация поставляемая с программой. Ну и в каждую программу минимальная система документации и помощи пользователю монтирована. MAN состоит из, слово manual, учебник. Состоит для удобства из нескольких разделов. Ну, для пользователей самый важный это первый раздел. Раздел пользовательские утилиты и инструменты. Системные вызовы это для программирования на C. Есть разные форматы файлов. Это вам, если вы будете конфигурить что-то, это пятый раздел. Восьмой раздел для администраторов и так далее. Но при этом следует сказать, что вот эти разделы приняты для Linux. В BSD они могут немного отличаться. Ну и таким образом мы установили, что основное средство взаимодействия в Unix это командная строка. Командная строка работает через терминал. Команды имеют вид команда, параметры и модификаторы или ключи. Мы можем передавать не только буквенно-цифровую информацию, но и некоторые служебные символы, которые интерпретируются специальным образом оболочкой. И документация вмонтирована, является неотъемлемой частью Unix. Она представлена в виде нескольких форматов. Основные форматы это MAN и Info. Ну вот тут список дополнительных материалов и вопросы для самоконтроля. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...